Всем привет! Вы смотрите фрагмент Программы «Обратный отсчет» от 19 мая 2022 года Сегодня четверг Полную версию этой программы, пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon И большое спасибо всем, кто становится нашим патроном прямо сейчас Сегодня 85-й день войны России против Украины По данным Генштаба ВСУ, на утро сегодняшнего дня Рашисты потеряли 28500 солдат убитыми 1254 танка 3063 бронемашины 203 самолета И 167 вертолетов И как всегда в начале нашей программы Я предлагаю вам посмотреть короткий видеосюжет Видеоотчет О происходящем на украинских фронтах за последние сутки Сюжет, как всегда, даю без комментариев Дякую вам, ребята, вам за помощь От АЗК Моторск Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Британская разведка сообщает, что в последнее время в России был уволен целый ряд командиров, на которых была возложена вина за провалы на начальных этапах полномасштабного вторжения в Украину. Среди уволенных генерал-лейтенант Сергей Кисель, бывший командующий 1-й гвардейской танковой армии, ответственный за проваленный захват Харькова. Вице-адмирал Игорь Осипов, экс-командующий Черноморским флотом РФ, который был отстранен после затопления крейсера «Москва». Глава Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов, вероятно, пока что остается в должности, но вряд ли сохранил доверие вождя. При этом о министре обороны Шойгу информации никакой. Отмечается, что многие чиновники, причастные к вторжению, в перспективе будут делать все для того, чтобы избежать фюрерского гнева и личной ответственности за неудачи в войне. Это создаст дополнительную нагрузку на централизованную модель управления, так как офицеры будут стремиться переложить принятие ключевых решений на начальство, и это снизит инициативу в войсках до минимума. Зато сам главнокомандующий, как утверждается, вовлечен в руководство боевыми действиями на уровне полковника или бригадного генерала. То есть увлеченно играет в солдатики, принимая решения и расчерчивая стрелки на карте боевых действий. А в Госдуму вынесен проект закона, по которому Путин сможет создавать временные администрации за пределами России. К примеру, оккупировал областной центр, создал карманную администрацию АТА, выдвинула инициативу о присоединении к России, после чего получила снисходительное согласие вождя. Быстро, удобно, практично. На утро 19 мая основные усилия расистов по-прежнему были сосредоточены на донецком направлении. Окупанты вели обстрел из артиллерии и минометов населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Также противникам был нанесен ракетный удар по населенному пункту Десна. На Харьковском направлении задачей оккупантов было удержание занятых ранее рубежей и проведение контратак. Рашисты пытались штурмовать населенные пункты Устиновка, Золотое-4, Юрьевка, Новокалинова, Первомайская и Новомихайловка. Но безуспешно. На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводились. В Южнобужском направлении захватчики производили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка. Но, как известно, война имеет свойство возвращаться к тому, кто ее породил. В Курской области вновь случились хлопки. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела спиртзавода в российском селе Теткино, граничащем с Сумской областью, погиб водитель грузового автомобиля, который привез на предприятие сырье. В произошедшем традиционно обвинили Украину, откуда якобы прилетела. Ну что ж, это ваша война, россияне, и нужно отнестись к этому с пониманием. Вот это, вот это, вот это. Вот, вот у меня в жопу, сказали, зарезы, видишь? У меня трубки нам погорели, я думаю, может, мы вам не хотели на меня. Ну, есть, да, все, мы говорили, все осталось. А, партнер, вы будете пограли. А, машины, цепы, откуда? Где вот? Наверное, в ней. В пещере, как всегда, побеждает альтернативная реальность. Помощник Путина Максим Орешкин считает, что главная причина глобального голода, который случится в этом году, необдуманное решение США и Евросоюза. А вот Россия приняла соответствующие меры еще в 2021 году. О том, что главной причиной мирового продовольственного кризиса является путинская война в Украине, в России говорить не принято. Здесь вообще все пучком. Правительство справляется, чиновники рапортуют, но в реальности вечно что-то идет не так. До 60% иностранного вина может пропасть с полок российских магазинов из-за санкций и проблем с логистикой. Но частично эти ниши заполнит вино производителей из России, сообщил руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров. Путь назад в СССР подразумевает возвращение плодово-выгодной барматухи и прочих сердитых выключателей. Родное пойло вытесняет буржуйское. Но пока что с тотальным импортозамещением дела обстоят не важно. Спикер Соффеда Валентина Матвиенко предлагает пересмотреть программу импортозамещения и форсировать ее выполнение. Цитата. «Существует специальная государственная программа импортозамещения. Я считаю, что сейчас она должна быть актуализирована и пересмотрена. Там предлагались слишком плавные темпы импортозамещения. Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть», решительно заявила Матвиенко в интервью «Известием». А сенатор Клишес и вовсе выдал гостайну, сообщив о том, что программа импортозамещения провалена полностью. «Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего», – возмущен сенатор. «Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах». И этот вопли является предвестником громких чиновничьих замещений с перемещением в тесные камеры СИЗО. Но беда не приходит одна, она вваливается санкционными толпами. Западные провайдеры отключили Банк России от всей статистической и аналитической информации. Центробанку стали недоступны массивы данных от Международного валютного фонда, Национального института статистики Италии и Организации экономического сотрудничества и развития. Придется, наверное, импортозамещать и эти данные своими, созданными на коленке многострадальной Сахибзадовны. А тут еще и польский нефтегазовый концерн обратился с исками к Газпрому и Газпромэкспорту с требованиями выплатить проценты за переплату по поставкам за несколько лет, по полтора миллиарда долларов с каждой компанией. А Минфин США так и вовсе намерен со следующей недели запретить американским держателям российских гособлигаций получать по ним выплаты. То есть 25 мая закончится льготный период, в течение которого такие выплаты допускались и который не будет продлен. И теперь РФ грозит дефолт по государственному внешнему долгу. Но и это еще не все. Великобритания включила в санкционный список авиакомпании Аэрофлот, Россия и Уральские авиалинии и заморозила активы данных компаний. Так что санкционные толпы вваливаются в рашистские кущи, оставляя от былой стабильности одни слезные воспоминания. И напоследок о будничных штрафах для граждан, не согласных с линией вождя. Жителя Смоленска оштрафовали сразу трижды. Первый раз за аватарку нет войне, ему впаяли 30 тысяч рублей штрафа. За комментарий в вопросе, какой парень красивее под портретом Путина, юзер написал, ублюдок и урод. За это ему впаяли 50 тысяч рублей. И, наконец, за картинку с ведущей Ольгой Скобеевой, ему впаяли всего лишь тысячу рублей. Какая-то дешевая Скобеиха получилась. И на этом на сегодня все. Полную версию этой программы, пожалуйста, смотрите на ресурсы Patreon. И большое спасибо всем, кто прямо сейчас становится патронами нашего канала. Всех обнял. Увидимся завтра в пятничном прямом эфире. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова